Моё почтение, дамы и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК. Мы с вами продолжаем играть... А, вот. Я думал, куда Геральт пропал. Проходить Ведьмака первого. В общем, остановились мы на том, что мы облутали вот этот вот склеп. Или что это? Я уже забыл. Склеп, не склеп. Ну ладно, короче, склеп вроде как. И возвращаемся на выход. Да. Склеп. Ух ты. И возвращаемся на выход, собственно. А выход у нас... У нас ещё вот здесь вот не изучено. Надо бы сходить. Да, у нас тут ещё вот не изучено. Так, это не тот меч. Ух ты, глядь. Так, вот и всё. Легко и просто. Так, мозги. Как тут? А, вот. Я просто немножко забыл управление. Потому что... А чё, почему? Потому что я не знаю, почему я немножко забыл управление. А, нам дальше, блядь. Ёптвами. А как дальше пройти? А, в ту сторону. Всё, я понял. Почему-то забылось управление у меня. Хотя я вчера вроде вечером играл в эту игру. Но почему я забыл... Почему я забыл управление, я немножко не понимаю. Да бей, блядь. Вот так вот. Нормалёк. Нормалёк. Это всё возьмём, потому что, может быть, кому-то продадим. А кому продавать мы ещё нихуя не научились. Кому что, продавать? Так, а нахуя ты достал меч? Вот сюда у нас поворот. А сюда не попасть. Подожди-ка. Подожди-ка. Тут прохода нет. Может, отсюда есть проход? Спрыгни, спрыгни. И получается... Да, вон туда. А, тут у нас же это... Решётка. А она открывается, ёбаный рот. А в прошлый раз она не открывалась. А ты не тот меч взял, блядь. Не тот меч взял. Во, вот это нормально. Во, вот это заебись. Опа-опа, заебись. Блядь, с вот этим, короче, ударом... Очень заебись вообще. С именно дуэтным, или как он называется? Совместный, дуэтный. В общем, нормально он с ним. Как он называется? Ну-ка, дайте я посмотрю. Групповой. Убери обратно, зачем ты ты стоишь? Групповой стиль. Ёпта мать. Гуля, блядь. Гуля, блядь. Да, блядь, возьми меч. Как непривычно это всё. Непривычно то, что второй меч появился, а он на другие клавиши. Это не очень привычно. Это не есть хорошо. Ну ладно, с этим мы тоже разберёмся. Так. А здесь у нас, собственно, точка перезарядки. И вот такое вот круговое движение. Ну я здесь не особо чё-то вижу. А это что? Это что такое? А, это черепа. Так, здесь никого не... А, Гуля, блядь. Да ёб твою мать! Почему такое так хуёво-то? Это быстрый стиль. Нахуй мне быстрый стиль. Тут, короче, ладно бы сделали так, чтобы на одну кнопку достал, на одну же... Ну, на эту же кнопку убрал. Но здесь нет. На одну достал, на другую кнопку убрал. А на ту же кнопку, на которую достал, ты переключаешь стиль. Но это неудобно. Ты постоянно хочешь, когда хочешь убрать, нажать на эту же кнопку, чтобы убрать. То есть, как во всех играх. Например, оружие на один, там первое, да, оружие, ты на эту же... На эту же кнопку ты его, это... Убираешь, собственно. Так, а это, собственно, выход, да? Но он, наверное, закрыт. Запят. Да. Ну, всё, тогда валим на выход. Ещё немножко потратили здесь времени. Ну, а как не тратить? Надо же всё исследовать, в конце концов. Надо же... Найти всё, что можно найти. Исследовать всё, что можно исследовать. Потому что, если нет, то как... Ну... То смысл тогда вообще играть. Мне вот сейчас вот знакомые говорят, зачем ты нахуй ты начал проходить первого Ведьмака? Там же пиздец как долго, там же пиздец как много. Там же надо всё исследовать. Я говорю, и чего? Надо исследовать, и чего? В любой игре нужно что-то исследовать, проходить, смотреть. Стул, блядь, скрипит. Ты что, охуел? Ты что меня подводишь? Блядь, скрипит, слышал, да? Охуеть. Так. Храмовый квартал Вазимы. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. И чего? База Саламандры должна быть где-то здесь. А, это что такое? Рельеф. И для чего? Так, ладно. Ну-ка, по-на-карту посмотрим. Ага. Так, ты кто? Не подходи ближе. Говорят, тут объявился похититель молодых прекрасных дев. Не подходи ближе. А к тебе это какое имеет отношение? Частные детективы, которым упоминал Зигфрид. Неплохо. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски. А как он понял, что это он? Что я хотела сделать? Я, блядь, куда не посмотрю. Здесь везде частный детектив. А, вывеска. А, вот это вывеска? Раймонд Марлоу. Сыщик. Хорошо. Что это? Что это? Ну-ка, с тобой можно поговорить? Какая-то тварь? Я не знаю, откуда идет из этой трассы. Понятно. Так, ну, у нас что по заданиям-то? Городская источная труба и... Какую игру? Дом детектива и вороток дамби. Вороток дамби это вот эти, походу. А это, это вход в канализацию. Ну, пойдем к детективу. Так, а где детектив? На втором этаже? Давайте сначала осмотримся. Старый стеллаж. Сыр. Хорошо. Еще какая-то хуйня. Тут. Путеводитель по Визиме. Описание столицы территории... А, Тимерии с упоминанием мест, которые стоит посетить гостям города. Так. Давай глянем. Подобно большинству человеческих городов, Визима построена на фундаментах эльфийского города. Столетиями... Столетиями столица королей Тимерии росла. И сейчас она состоит из трех больших кварталов. Портала и обширного подместия. В храмовом квартале сразу же бросится в гроза монументальная обитель Ордена Пылающей Розы. Нельзя также не заметить лечебницу Лебеды, знаменитую своими чудесными исцелениями. Восхищаясь этими местами, избегайте квартала нелюдей, ставшим кварталом бедноты и отбросов общества. Большую часть нелюдей переселили в старую Визиму, превратившуюся в гетто, закрытую для посторонних. В последнее время бурно развивается купеческий квартал, в котором живут богатые купцы, где находится представительство торговых и политических учреждений, а также банк и ретуша. Во время перебывания в купеческом квартале Визима обязательно посетите знаменитый рынок. Там можно купить все товары мира. Так, это получается у нас добавилось в бестиарии места. Это глоссарий? Нет, глоссарий это понятно. А вот места, блядь. Вот, храмовый квартал. Так, ладно, мне это пока не нужно. Эти все читать описания. Это все тоже время, это все, наверное, неинтересно смотреть. Но если что-то не поймем, то посмотрим. Так, какой-то портретик, автопортретик, точнее. Так, это мне не нужно. Один, два, восполнение двадцать. Это тоже мне не надо. Так, еще кремень. Ну, давай. Ну, ну. И кто у нас тут? Я Геральт из Ривии. Воин, равных которому нет. Легенды опережают тебя. Чем я могу помочь? Мне нужна информация. Я пришел по правильному адресу. Хороший вопрос. Раньше я работал на адвокатов, Кадрингера и Фенна. Доволен? Эти имена мне ничего не говорят, но будем считать это за рекомендацию. Ты профессионал. Ты должен понимать, что информации есть своя цена. Я заплачу. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. А с какой это стать вообще ведьмак платит, блядь? Охуел? Так, ладно. Меня интересуют люди со значками в виде саламандры. Да, я знаю кое-что про этих ребят. Но прежде чем я продолжу, мне хотелось бы знать, почему тебя интересует это дело. Так, мне надо свести счеты или Язад, Явет, тебе это имя что-нибудь говорит? Ну, давай вот так. Азар Евед, тебе это имя что-нибудь говорит? Я его уже слышал. А почему ты ищешь Еведа? Скажем так, у моего башмака запланировано свидание с его задницей. Обычно я продаю информацию, но тебе я расскажу кое-что бесплатно. Я уже некоторое время работаю над делом саламандр. У меня есть кое-какая информация. Так. А, да, кстати, да. Личное дело или тебя кто-то нанял? Я рискну и поверю тебе. Когда-то в Изиме жила счастливая пара. Они были заурядными, как рыба в пруду. А еще у них был сын, десяти лет от роду. Однажды отец вернулся домой, но в этот раз любимая собака не встречала его на пороге. Из кухни не доносились ароматы и не слышно было голоса его сына. Но он ничего не заподозрил, пока не нашел в прихожей свою собаку, которой выстрелили в голову стрелой из тяжелого арбалета. Он не сразу понял, что это его собака. Но потом он нашел свою жену, которую копьем пришпилили к двери кухни. Он обыскал дом в поисках сына, но не нашел ничего. Преступники не оставили следов. Короче говоря, Винсенту Мэйсу пришлось закрыть дело. Свидетелей нет, улик нет. Однако есть одна зацепочка. Полгода спустя в мусоре нашли труп монстра. Глаза у него были как открытые раны. Грубая, неровная белая кожа, неестественно мускулистое тело. Все уже забыли про убийство и исчезновение. Почти все. Дело в том, что у пропавшего мальчика была особая примета шесть пальцев на ноге. Об этом знали только родители. У мертвого монстра тоже было шесть пальцев на ноге. С тех пор отец посвятил всю свою жизнь тому, чтобы найти тех, кто уничтожил его семью. Надеюсь, он их найдет. Но вернемся в настоящее. Вот что мне удалось узнать. Возглавляет их Азар-Явед, зериканский колдун. Он очень опасный противник, мне никогда до него не добраться. У него связи и ресурсы, позволяющие влиять на ситуацию в городе. Знаю я про его способности. Еще что-нибудь? Я думаю, они планируют какую-то масштабную операцию, возможно, политическую. Золото им нужно лишь для того, чтобы смазывать колеса. Они проводят генетические эксперименты, опасные. У обычных головорезов нет необходимых знаний и средств для этого. Кто работает на Еведа? Есть мысль. Капитан Стражи. Человек, который закрыл расследование и пропадает где-то целыми ночами. Может быть, тебе удастся вытащить из него информацию? Это все? Городская Стража задержала человека, у которого есть важная информация. Стражники? Где? В тюрьме? Да, это наш шанс. Найди способ допросить этого пленника. А пока что узнаю у Стражников все, что сможешь. Нет проблем. Люди очень любят изливать мне душу. Хм. Эта информация может оказаться бесценной. Удачи. Угу. Ты знаешь что-нибудь про пленного Саламандру? Возможно, один из лидеров, но в этом городе стражники ловят мелюзгу. Крупная рыба не попадает в их сети. Точно мы будем знать, когда ты его допросишь. Посмотрим. Еще одно. Кажется, за тобой следят. Что предлагаешь? Пережди какое-то время здесь. Пусть понервничают. Удиви того, кто хочет удивить тебя. Я уйду в полночь. Угу. То есть будем ждать сейчас, ночевать. Хорошо. Хорошо. А кто следит, интересно? Видимак не спешит. Должно быть, ушел через другой ход. Что ж, неважно. Полагаю, западня расставлена? Конечно. Займись делами в купеческом квартале. Делом займется наш лучший агент. Ага, блядь, дядина. А вы не прихуели ли? Да вы достали оружие, блядь. Как неудобно вот это, блядь, что надо на одну и ту же кнопку, блядь, и оружие доставать, нахуй. Да подойди ты к нему, блядь. И переключать, блядь. Я хочу достать оружие и переключить на ту кнопку, на которую мне удобно. Но нет, нахуй. На ту кнопку, на которую мне удобно, блядь, он прячет оружие. А на ту кнопку, на которую мне удобно прятать оружие, он, блядь, меняет нашу способность. Да ты заебал, блядь. Так, вроде все, да? Да, ну давай посмотрим теперь. Так, это мое. саламандра, значки. И че? Это здесь только два мужика? Или сколько их здесь? Я не понимаю. Да, здесь только два. Один вот здесь. Один вот здесь. Один вот здесь. О, пиво, пиво, и все. Правильно? Правильно. Так, ну давай посмотрим. Значит, что нас ждет? Оружейник тут есть. Ну, пойдем к оружейнику сходим. Это получается сюда, да? Да. Пойдем сходим к оружейнику. Это получается вот здесь. Правильно? хорошо, погнали. Погнали. Может быть, что-нибудь прикупим. Оружейник, ну и че? А че, как тебе попасть? Храмовая площадь. Это храм, да? А мне храм не надо. Мне вот сюда надо, к оружейнику. Или к нему нельзя? Или ночь, потому что. Городской стражник. Подожди, они мне не по ней ловят? Не будут ловить же? Не, вроде все нормально. Просто я думал, мало ли я этот. Плакат. Орден Пылающей Розы, Вечный Огонь. Наша единственная надежда облачить, облачись в серебряной доспехе и сражайся за благо и спасение человечества. Мы предлагаем множество привилегий, в частности, освобождение от налогов превосходства качества товаров. А, превосходного качества товара. Ту, блядь. Превосходного качества товары. Экспроприированные у террористов и врагов человечества бесплатные... А, качество товары экспроприированные у террористов и врагов человечества Бесплатные опущения грехов Высококвалифицированными Священниками обучения Ой, блядь, идите нахуй, короче Очень много чего они предлагают Давайте зайдем, сходим, посмотрим Так И кто здесь чего Ну, во-первых, лут Лут это само собой Еда, вино, вино Хорошо Это что? А, это понятно Сушеные фрукты Опа Цветок и пламя книга И призраки И проклятие души книга Хорошо, сейчас посмотрим Ух ты, блядь Меч ордена, повреждение минус 10 Повреждение минус 20 Ну, вот это, конечно, лучше меч Чем меч ордена Так, ну это мы точно возьмем Ну, это, конечно, выглядит круто Но повреждение минус 10 А здесь минус 20 А почему Самый стандартный меч, блядь, минус 20 А этот минус 10 Типа этот лучше, блядь Или что? Или здесь, наоборот Чем меньше повреждения, тем лучше А это что? А, голова как от Рикса Ну, давай вот так вот Правда, нахуя он мне? Так, ладно А нахуя он мне? Так-то, да, по идее? Ну, давайте ради интереса побегаем с этим пока что С мечом Ну, он выглядит, конечно, достойно Так, а что мы сюда пришли-то, собственно Здесь нет нихуя Давай выйдем Что-то пришли, нихуя нету Сохранимся А хотя, нахуя я сохраняюсь, если после каждой локации есть сохранение Так, ладно Это все фигня Так, ну пойдем сходим сюда Пойдем сходимся Оказывается, даже в Близиме есть плохой район Это вот это плохой район, да? Ну и что? Кто там в темноте? Дайте мне спокойно дожить до утра, она сказала Ёб твою мать Ебло-то свое стяни, блядь Поделиться Я-то поделюсь, но боюсь ты не унесешь, наху Так вот, я тоже думаю, пацаны Ну, пока ты думаешь, я уже На одной из темных улочек кто-то про тебя спрашивает На одной из темных улочек кто-то про меня спрашивал Заебись Черт, какой уродец Выбирай любую девку Но пользуй бережно, а не под нашей защитой Да Хуятовый Черт, говорит, какой уродец, блядь Про нас, говорит, типок Нихуя себе, это что было, блядь Это что он достал такое съедобное вкусное А что не лезет-то? Так, надо что-то сожрать, да? Давай рыбку И давай, я не знаю, что еще можно сожрать Ну вот хлеб А хлеб не лезет, что ли? А, я не нажал Ну лишним-то не будет, как бы Че добру-то пропадать, да? Вот это возьмем Вот это возьмем Вот это возьмем А, не лезет Ну у нас такими дела-то короткие Как бы добру пропадать в любом случае Я с самим Тайлером знаком Так что подумай дважды Ищешь приключение А, не, не, никто не хочет со мной разговаривать, да? Так, а тут костер помечался только что? Нет, бандит Все, ладно Ладно, выходим отсюда Хорошо В какую дверь-то я зашел вот в эту, по-моему Здесь бабушка стоит Уже стоит дедушка, блядь Кто там в темноте? Там за углом Ты заблудился? Кто здесь живет? Кто тебя воспитывал? Тебя не учили, что нехорошо отвечать вопросом на вопрос Я могу спросить иначе О, наглости тебе не занимать Это дом могилы И мы его охраняем Он нам не говорил Что ждет мутанта Так что убирайся В чем Уже Так, хорошо Дом могилы Надо найти способ Избавиться В чем Уже Найти способ Избавиться от болванов? Хорошо Ладно, найдем А здесь что, прям везде можно ходить? Тут везде вот эти бандосы что ли живут? Блядь Да ладно, хуй с ним Не будем брать А, подожди Пнижки-то не прочитали? Вот это что? Письмо рыцарю Эрику Письмо описывающего местонахождения Стап Квартиры Культа Львиного Паука Я уже, блядь, забыл Что это Так, ладно А, вот это что? А, путеводитель повезимый Его можно выкинуть Нахуя он нам Вот это давай почитаем Цветок и пламя Эрик Фог... А, вот это, кстати, тоже Эрику Что-то там было с Эриком связано, да? Так, Эрик Фогель Рыцарь с разрешения Высшестоящего начальства Это было время Когда Орден Белой Розы Уже начал Разваливаться И терять свою власть Магистры и рыцари Были ровно Коррумпированы И забыли о вере Они предпочитали Теплую постель Жаркой битве Увлеченных девок В молитве Так, титул Великого магистра Перешел от Рудольфа Валариса К Якову Из Альдерсберга Человеку поистине Благостенчивому Благочестивому Благочестивому И набежному Набожному Говорят, что во время заседания Конклава Белую Розу в его руках Охватило пламя И всех собравшихся Объял Праведный ужас И Яков твердо знал Какие реформы Следует провести И немежкая Взялся за дело Он поменял название Ордена Который с тех пор Называется Орден Пылающей Розы Но самое главное Что он дал рыцарям Новую цель Служить людям И защищать их От монстров И порождение тьмы К которым он Причислил Так же Который с Кватаэлей Хорошо Нихуя правда Непонятно Но очень интересно Это мне похуй Так Призраки Привидения И проклятые души В книге описывается Полуденицы Полуночницы Призраки Южайшая Дихая охота Хорошо Тоже выкинуть Можно Это все хорошо Но тоже можно Выкинуть Потому что Место занимает Толку нихуя Так Еще я бы посмотрел Сколько у нас Камней А камней у нас Только 10 Кремней Кремней Это что Неизвестная Бомба А мы пока Не умеем Готовить бомбы Поэтому Поэтому она Для нас Неизвестная Хорошо Блять Как тут много Всего Где можно сходить Где можно зайти Где можно посмотреть Еще бы не запутаться В этом все Так Где Там За углом Там Кто-то Есть Господи Наверное Опять Эти чудовища Ты Че 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 Ты боишься Дед Главарь Бандитов Походу Да Так Ну Ладно Хорошо Здесь все Посмотрели Идем Сюда Наверное В этих Домах Смысла Особого Нету А Ты Похоже Заблудился А мы здесь были Что А ну да Мы здесь были Получается Да Хорошо А вот здесь Не были Вот здесь Не были Виноград Арбуз Еще Хавка Кармен Я подарю Тебе Весь А это Шлюхи Понятно Что у меня есть На колечко Я не знаю Я не знаю Как благодарят Принцессы Освобожденной Из башни Но обещаю Что ты Не разочаруешься Я тебя Ловлю На слове А это А это Джохан Похан Да Понятно Но мне это Неинтересно Я вот с этой Хочу поговорить Ты что скажешь Хочешь Немного Расслабиться Красавчик Только Немного Но это Уже От тебя Зависит Я Открытый Для Предложений Давай-ка Поболтай Хорошо Начнем С разговора Но я Рассчитываю На Большее Удиви Меня О любви Мы знаем Немного Любовь Что Груша Она Сладкая И имеет Определенную Форму Но Попробуйте Дать Определение Формы Груши Я не поэт Но я Узнаю Грушу Если Увижу Ты Просто Очарователен Если Так Пойдет И дальше Мне Захочется Попробовать Этого Фрукта Есть Работа Для Ведьмака Да Есть Парни Которые Создают Проблемы Моим Девочкам Разберись С ними И мы Тебя Наградим Щедро Я Посмотрю Что я Могу Сделать Где Я Могу Найти Этих Парней Я Знаю Три Места Куда Они Часто Заходят По Ночам Отметь Их На Моей Карте Хорошо Подожди Что там Еще Можно Было Стою Поговорить В Зиме Работает Много Таких Как Ты Очень Много Но Я Самая Красивая Без Сомнения Рада Тебя Видеть Так Ладно Ладно Хорошо Так А здесь У вас Что О Кроны Точнее Орины 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 Так А здесь Что Я Конечно Здесь Наверное Ничего Пиздатого Прям Совсем Не найду А Это Куда Блядь А Заперто А Это Наверное Снять Можно Будет Потом Что Нибудь Да Номер Не номер Что Написано Шалашовка А Куртиз А ты Кармен Хорошо Так А где Она Пометила Пацанов А А Вот Тут Вот Тут И Вот Тут Ну Ладно Мне Мне Нужно Община Площадь Так Ты Чем Наша Территория Вали Это Наша Территория Вали Я Переебу Те Сейчас Вас Всех Нахуй Толпой У меня Уже Руки Чешутся Так Костер Кстати По поводу Кострат Наша Территория Вали Новые Таланты Внезапно Так Давайте Посмотрим Сколько Их У нас Три Ну У нас Либо Ловкость Либо Сила Да Давай Силу Сначала Зарядку Во время Кулачного Боя И Восстановление Зарувие Плюс Один Секунду А по Ловкости Отражение Удара Либо Открывать Доступ Ко всем Прием Рукопашного Боя Ну Рукопашный Бой Пока Ладно Пока Подождет Это Во первых А да И все В принципе Они Нас Они Нас Не Ограбят Яйца Чешутся Блин Молодец Не Ограбили Они Нас Нет Как Было Так И Есть Хорошо Так Во первых Тут Что Это Крысы Доска С Объявлениями Так Контракт На Волков Контракт На Эхинопсов Чего А А Так Ну Смотри Контракт Подожди Вот Это Контракт На Волков Жан Пьер Покупает Волчьи Шкуры Обращаться На Пристань На Болотах Минимум 10 Шкур Хорошо Теперь Это Можно Выкинуть Так Правильно Задание У меня Должно Было Остаться Да Хорошо Вот Это Что А Это Вообще Не То Это Мы Уже Сходили Это Понятно Это Тоже Мне Не Надо Что Ещё Павокировать Брошь Саламандр Мне Она Вообще Не Нужна Наху Она Не Нужна Еда 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 Это Это Медвежий Жир Это Ладно Это Ладно Это Ладно Вот Тусенское Красное Не Надо Метинское Розовое Мне Не Надо Белое Не Надо Мне Вот Это Можно Оставить Вот Это Можно Выбросить Еду Можно Оставить Еда Пригодится Всегда Ну И В принципе Всё Ой Извиняюсь Так Дальше Смотрим Контакт На Ахинопсов Возьмём На Айлигулей На Собак И На Плавунов Давайте Почитаем Так Значит Первый Контракт У нас На Ахинопсов Щедрое Вознаграждение Живёт Хаврица Предоставившегося Три Корневища Ахинопсов Обращаться К садовнику Работающему У лечебницы Лебеди В храмовском Квартале Хорошо Ахинопсы Дальше Альгюли Щедро заплачу За Костный Мозг Трёх Альгулей Обязательно Свежий Алхимик Альгулей Нужна Запись Это Чё я Блядь Сделал Это Я чё-то Использовал Не Понял Так Ладно А вот Это Бомба Это Я Использовал Да Дурачок Щедро Заплачу Мозг Для Альгулей Понятно Хорошо Заплачу За уничтожение Бродячих Собак В качестве Доказательства Предоставить Шесть Горшков А Шесть Горшков Собачьего Сала Могильщик Найти меня Нужно У ворот Кладбища Хорошо Это оно Да Да И дальше У нас Контракт На плавунов Орден Плывающей Розы Щедро Наградит Храбреца Отважившего Уничтожить Плавунов В качестве Доказательства Необходимо Доставить В обитель Ордена Десять Языков Плавунов Обращаться К рыцарю К Зигфриду Из Денес Денес Понятно О плавунах Нужно Короче Хуйня То есть Нам в любом случае Нужно Книжки Покупать Хорошо Так Ладно Это все Понятно Стражник Спакил Да я бы Вообще На твоем месте Разъебывал Этих Дураков Так Ладно Пойдем в таверну У нас в принципе Время то еще много Таверна под кулаком Что то там А под кудлатой Мышкой Мишкой Ой Аж нос Заложил Так С этими Разговаривать Нехуй Тут Трактирщик Тут Еда Так Мы пойдем Наверное С трактирщиком Поговорим Тогда в первую очередь Получается Так Могила И кирпич Что Ну Кто тут у нас Меч на спине Белые волосы Дай подумать Ты из цирка Сбежал Ты рассмешил Меня до слез Может у тебя Тоже цирковой опыт Ого Острый язык Ну Добрый человек Чего тебе достать Так Ну-ка Дай Поторгуем А Это Хранилище Ой Блять А что это За ставки Местные Развлекаются Двое парней Дерутся А мы Ставим На победителя И что Эти психи С того Получают Деньги Конечно Зрители Выигрывают Веселятся А парни Пару Выпускают А если Что-то Пойдет Не так Собачкам Будет Что покушать Все В прибытке Так Свободная Комната И понятно Ничего Интересного Так Ну давай Сюда Зайдем Теперь Так Опять Вино Правда Мне оно По кой Хуй Блять Я не знаю Нахуй Я вообще Взял Если Понадобится Вино Я думаю Мы найдем Что тебе Нужно Выродок У меня Есть К тебе Вопросы Ты Забыл С кем Говоришь Мне достаточно Крикнуть И ты Не успеешь Посчитать До трех Как тут Будет Дюжина Молодцов Которые Сделают Из твоей Задницы Большой Каньон Не успеешь Посчитать До трех Как будешь Трупом Ну надо Ж А волчонок Умеет Рычать Может Он еще Кусается У меня Тут Одно Мокрое Дельце Намечается Подсобишь Я презираю Таких Как ты Презрение Волчонок Это Привилегия Образован В остальных Это Признак Соплячества И Невежества Плевал Я На твою Детскую Наглость Че Надо Как дела Старая Шлюха Родила Пошел Прочь Мутант А ты Не охуел Пошел Отсюда С собачей Мать Привет Привет Ты смотри Кто тут Пришел Ты Кто Такой Зовут Меня Кирпич Чем Ты Занимаешься Я Торгую Всем Понемногу Путешествую Туда Сюда Куда Например Ну Недавно На болото На тебе Какая Разница Просто Интересно Хочешь Чего-нибудь Купить Так Давай Попробуем Что Это Наркотик Не Мне Наркотик Не Надо Видел Когда Нибудь Знак Саламандры Наставь Меня В Покое Но Твари Так Понятно Не Особо Разговорчивая Понятно Значит Идем Опа Привет Седой Хочешь Есть Или Бить Или Ты По Другому Делу Пришел Зачем Ж Еще Ну У 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 А Чего Другу Есть А У Тебе Ничего Интересного Нет Ну Давай Тебе Продадим Вот Вино Так, собачье сало нам нужно Вот медведей жир можно продать Медведей жир можно продать Вот это вот тоже Можно продать Собачье сало нам нужно Для миссии Пиво можем продать Вот этот самогон Можем продать Я просто не знаю, я пока ничего не варю Не знаю, нужно оно мне или нет Ну давай вот это оставим Ладно уж так и быть А вот это вот надо бы обратно выкупить Бля, ебать вообще Ухожу в плюс, резко ухожу в минус Блядь, дурачок, да? Ну ладно Ладно, бог с ним Так, это что такое? А, козье молоко, это мне не надо Вот это мне тоже не надо Просто мы это все Медовуха мне не надо Это мне не надо Это мне не надо Это мне тоже не надо И это мне тоже не надо Все, вот все остальное я бы оставил В принципе, пригодится Хорошо Так, что еще? Что тут интересного в округе происходит? Немногое Некоторые парни дерутся между собой Остальные ставят на победителя Иногда колотят посетителей В общем, скучно Так Прогревать мы с ней не будем А вот драться с пацанами, я думаю, надо Так, это опять на продажу таки пойдет Это на продажу пойдет Так, здесь не с кем поговорить Да, я так понимаю Так, подожди Мне с ними-то нет смысла драться Мне надо драться Вот, с ним Что? А ты, похоже, умеешь драться на кулаках В свое время одержал немало побед А что? Я победил толстого Фреда Теперь ищу себе другого противника У тебя что, проблемы со всеми толстыми людьми? Нет Мудрые слова, сынок Итак, ты собираешься драться? Или побежишь домой к мамочке? Пожалуй, я рискну Какова ставка? 75 аренов Ммм, нормально Я буду участвовать Ну, поехали А, мне надо, короче, раз Оп Оп Блять Оп Блять, а как уклоняться-то? Кому бы даже поехать как следует Страсть, как хочется врезать кому-нибудь На какую кнопку уклоняться я что-то говорю О, хуя, чувак, пришел Заебнул на кровати нормально ему Вызовать Что я собиралась делать? Это кто сказал? Вот этот мужик? Ух ты Что случилось? У меня в глазах двоится Я выиграл Плати Бери, что пожелаешь Две бутылки настоя мандрагоры Золотое ожерелье Или 150 аренов Два настоя мандрагоры Золотое ожерелье Или 150 аренов Ну давай золотое ожерелье Я выберу Пожалуйста У меня аж такого нету еще Правильно? Да У меня есть золотое ожерелье С алмазами Блять Ну ладно А оно куда? Оно просто дарится, да? Или продается? Стражи в последнее время развелось Так, а что у меня по поводу этого? По поводу квеста Про кулачные бои Ёб твою мать Я смог победить масляного боба Нужно найти Это понятно Как тут много всего? Как тут много всего? Хорошо А это что значит? А, текущее задание Так Ну это, наверное, мне их бить-то не надо Вот этих всех пацанов-то, да? Эээ, не на, не то Не то А, еще зайти за своими вещами Это понятно Понятно А, снова покера Кстати, в покер еще надо поиграть Так, это не то, не то, не Кулачный бой А, найти противника посильнее А, снова, наверное А, сразу же так а здесь кому-то мы должны заставить этот а кому нас подожди а кому мы должны отдать этот а кому мы должны отдать то конверта а нахуя мне два набора для костей так еще раз я что-то не понял и отдать его к кирпичу не задавая вопросов мы с ним встретимся в товаре под кулатом мишкой легкий заработок или куча неприятностей мы еще посмотрим а короче он остался со мной разговаривать ладно хуй бы с ним хуй бы с ним значит поехали дальше у нас это уже время то подходит концу а мы нихуя не сделали сеть ну ладно ну ладно так но эти подождите склад а заперто а здесь что просто дверь ладно ладно пойдем назад вот сюда это что за подвал туда не попасть да видимо посему не попасть так мы пойдем в этот опасный район сохранимся только и с кем мы тут должны повоевать а так это саламандры ёпты отвали приятель оставь даму в покое пожалел шлюху а прежде чем уйдешь извинись за свои дурные манеры у у тебя крыша поехала дед долбаный беги пока я тебя не прирезал а когда извинишься пойди к капитану винсенту скажи ему что то чувство оттупник и негодяй когда у этого вынимай меч бродяга у этого ведьмачий голос а у того а у геральта блять нет использовал свой шанс два ведьмака встретились барбард болтают между собой так подожди не на меч нормальный как-то правда у этого пика пика намного лучше чем наш меч так девочки на работе задание обновлено так гусиный жир хорошо это хорошо так дальше идем дальше идем а это у нас что дверь в лечебницу лечебница лебеды сюда привозят всех жертв чумы катриона после этого им дорога только в старую узиму а потом в ад ну это хотя бы не лечебница маунт мессив блять это еще хорошо так это моё или пока хуй с ним а почему хуй с ним то пойдем зайдем блять хочу проход воспрещен с хуяля иду внутрь внутри заразные больные я тебе не позволю разносить чуму и чё показали моему кольцо и типа все заебись проход воспрещен я иду внутрь внутри за и чё короче понятно у нас нет чего то что нам поможет войти в лечебницу это все конечно хорошо точнее ничего хорошего ладно пойдем сюда пока сходим а тупик внезапно а все я понял вот эти белые дорожки блять ебать хуя в этой карте конечно сложно пиздец ну ладно разобраться разобраться можно хуя себе нихуя себе так тут чё все исследуем все осматриваем и до верт не рискую рыбу покупать черт его знает как это чем маркус вертс а почему вас об особенные имена а вы не разговариваете всех этих нелюдей давно поработать из города среди них одни воры и разбойники у них имена особенные но они не разговаривают возможно с ними будет какой-то квест дальнейшем но пока квеста нет права ци так вот ты вроде входишь вроде что-то лутаешь вы что-то осматриваешь а время бац и пролетела уже а ты толком ничего не сделал еще ну ладно так ну пойдем ладно разберемся обитает представители старшего народа ремесленники краснолюды и художники так а здесь что красно опа против нелюдей давай почитаем против нелюдей аноним именно тогда эльфийские выдаю ведающие собрались подземелья под замком рейн ход и старейший из них сказал настал день пробил час мы собрались здесь чтобы обсудить людскую погибель мы отомстим за смерть лары доран а мы прольем кроме этого читали нет проповедников и низвергнем мир в хаос мы будем опрятаться в лесах 500 лет дам по моему это читали все по моему это читали а может и нет вы не можете сорвать неизвестно растения заебись заебись правда кто нам мешает непонятно пустая тратас был василиск и нет заебись а был антоха стал лепёхом говорят вы остановили наступление черных говорят мы надрали задницу этим мигантом крушили всех людей до джопу сошел толку от этого твоего героизма шрамы они не разговаривают со мной не хотят они не хотят со мной говорить ну да ладно мы не сильно и хотим так а здесь собственно разборки где-то здесь были бля я почему-то не могу на попасть на эти разборки мне нужно вот так вот обходить ну пойдем ну пойдем обойдем так реклама вам нужны скорости изжасества виролей данка мини бастард с уди с удлиненной рукоятью какое-то оружие про то рекламируют это ребенок орет вам не нравятся затяжные сражения любите решать проблему одним ударом двуручный боевому терминатор вот решение которое вы так долго искали терминатор бляда заебиса так это мы по кругу прогулялись да так мы пойдем этой пиздюлей то дадим куда я не только съебались вот сюда что ли а где кстати они были же тут только что калекштейн что-то знакомая кстати калекштейн что это за тип ок что это за тип так а это что против нелюдей вы уже а вы уже читали там уже там помечается читал я или нет я почему-то не заметил так наконец-то хоть один храбрец откликнулся и никто иной как ведьмак а таком геральт мы снова встретились да это же он мне снова нужна твоя помощь в чем в этот раз серьезное дело я наткнулся на нечто что может стать сенсацией в алхимии более того это связано с твоей профессии расскажи подробнее извини я задумался так книга страха и отвращения арнита за 400 блядь этих оренов так ну то давай купим ладно гулячи ну это какой-то пиздец такие цены ломит я ебал ну давай вкусненно что делать то может рубеда лучше может быть так вот это чё такое свитка содержится формула следующих эликсиров филин вьюнок белый мед хорошо а вот тут чё в книге описываются основные минеральные ингредиенты применяемые в алхимии серо галинацева кислота винный камень наизанская соль кальций это который да понятно фосфор а также так а теперь можно тебе это продать до обратно хуй нельзя блять ладно вот ебать в рот ебать ладно так давай с ним еще по пизде мы будем на этом заканчивать я пришли принес ко мне костный мост пока не мешк ну и все тогда на этом заканчиваем значит ссылка на плейлист в описании под видео проходит мы сегодня вообще ничего не прошли получается вообще никакие задания не посмотрели в основном изучали потихоньку весь зиму обошли ну грубо говоря наверно большую часть города если это весь город который есть если нет то нет а это только один квартал блять ну ладно вот обошли это что а как между кварталами переключаться короче непонятно ладно разберемся с этим в следующей серии будем разбираться а так пока ссылка на плейлист в описании под видео подписывайтесь на канал на мою страницу вконтакте комментируйте ставьте лайки и скоро мы с вами увидимся ребятушки всем пока до новых встреч